Добрый день! С вами я, Елена Ливинская. Значит, впереди вас ждет новая порция новостей из жизни Северокавказского федерального университета. Крупнейший вуз региона выбрал самую обаятельную и привлекательную студентку. По традиции, в начале весны здесь прошел конкурс красоты, грации и обаяния Мисс СКФУ 2015. За титул боролись очаровательные представительницы всех институтов и филиалов вуза, а также лицея для одаренных детей и отдела по работе с иностранными студентами. Его здесь представляла 18-летняя уроженка Анголы Жоанна Диогу. На протяжении всего вечера конкурсантки демонстрировали пластику изящества умения держаться на сцене, а во время конкурса «Вопрос-ответ» смогли проявить смекалку и чувство юмора. Кстати, в этом году участницы сами выбирали тематику – события Великой Отечественной войны или вопрос на сообразительность и общую эрудицию. Самым зрелищным испытанием стал творческий конкурс. Конкурсантки танцевали, пели, читали стихи, в том числе собственного сочинения. Ребята болели за своих представительниц до самого завершения вечера. Поддерживали, занимали места за несколько часов до начала мероприятия. В зале не было ни одного свободного места, в проходах стояли зрители. И, конечно же, это очень замечательно, потому что именно такие мероприятия, как никогда объединяет Северокавказский федеральный университет, показывают, что университет – это единое целое. Каждая девушка удостоилась титула в одной из номинаций. А корона-победительницы и гордое звание мисс СКФУ достались прекрасной представительнице Института экономики и управления. На самом деле все девушки достойны победы, все очень красивые. Ну, все были естественные, все были красивые, но, видимо, что-то вот у меня зацепило жюри. Может быть, это улыбка, может быть, еще что-то. В скором времени Юлия представит СКФУ на краевом конкурсе «Мисс Студенчество Ставропольского края». В университете прошло ставшее уже традиционным ток-шоу «Ты плюс я равно семья». Его участниками стали студенческие семьи ВУЗа, а также эксперты в области экономики и психологии. В центре внимания на этот раз оказались финансовые вопросы. Каким должен быть семейный бюджет – совместным или раздельным? Как распределять доходы и снижать расходы? В ходе ток-шоу студенческие семьи делились со сверстниками опытом, а эксперты давали полезные советы, проводили для всего зала деловые игры и психологические тренинги. Студенты учились грамотно управлять финансами, строить отношения с окружающими, лучше понимать друг друга. Ребятам также напомнили о той поддержке от университета, на которую может рассчитывать каждая молодая студенческая семья. Участники ток-шоу признались, что знают о ней не понаслышке. Университет оказывает огромную поддержку, и мы ему в этом благодарны. Да, причем не только в плане, допустим, стипендий. Мы еще и живем в новом студенческом общежитии, тоже нашего университета. И очень здорово то, что нам не приходится тратить колоссальную сумму денег на то, чтобы снимать жилье. А условия, которые предоставляет университет в новом общежитии, они фактически еще даже гораздо лучше, чем могли бы мы сейчас позволить себе. Студенческим семьям в СКФУ оказывается и материальная помощь. Также они могут оставлять своих малышей в комнате дневного пребывания детей при общежитии. А такие мероприятия, как ток-шоу, помогают молодым парам сообща решать возникающие проблемы, преодолевать первые трудности семейной жизни. В СКФУ стартовал новый сезон городской студенческой лиги КВН, уже второй год проходящий под эгидой вуза. Открывал сезон традиционный фестиваль юмора. Его участниками стали 15 команд. Это сборные институтов и филиалов СКФУ, а также самые веселые и находчивые других вузов Краевого центра. В новом сезоне к ним присоединились также школьники, ребята из Малой Академии Наук. С первых же минут борьба на сцене развернулась нешуточная. Зажигаются новые звездочки, которые, дай бог, потом будут россыпью, культурной гордостью нашего университета. Приятно мне, что выпускники лиги, ребята постарше, держатся на уровне и подтягивают к себе более молодое поколение. Лига выросла по разнообразию, по своему составу. На выступление командам давалось всего 4 минуты. Но даже за это короткое время ребята успели запомниться и зрителям, и судьям своими искрометными шутками и миниатюрами. Решением жюри Гран-при фестиваля достался сборной юридического института СКФУ. На первом месте оказались будущие экономисты. Также были разыграны призы в номинациях «Лучший актер-актриса фестиваля» и «Лучшая шутка». Эти награды также остались в СКФУ. Впереди все команды ждут игры четвертьфинала. Уже через месяц сборные снова выйдут на сцену крупнейшего вуза региона, где продолжат борьбу за звание самых веселых и находчивых города Ставрополя. На этом все новости на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова